Подмосковные вечера Человек, стиль, голос которого нельзя спутать ни с каким другим Наш гость Кай Метов Добрый вечер, очень приятные слова По-моему, не только ругают, в последнее время относятся с некой добротой и теплом, мне кажется, тоже Именно поэтому я и начала с таких контрастных моментов Потому что действительно, мнение о вас настолько противоположное Вот как раз об этом и хотелось бы сегодня поговорить Потому что за свою, ну, на сегодняшний день уже достаточно длинную и странную жизнь Мы успели приобрести такую устойчивую репутацию человека-загадки Орел такой, загадочный, с ним мы сегодня попытаемся развеять Так, если я правильно понял, значит, почему сначала ругают, а потом как бы... То есть это загадочность Мне кажется, что вот у меня есть такая черта Что, ну, наверное, любой человек в одну или другую минуту пребывает в неком настроении Вот у меня это настроение всегда подчеркнуто, выражено Вот, а в творчестве, в творчестве это еще более, так сказать, широко представлено И поэтому, когда то или иное настроение в той или иной песне выражается Вот, люди почему-то за это очень глубоко как бы так цепляются Или наоборот, это их глубоко цепляет Вот, и сразу, соответственно, тебе такая маска и выдается Допустим, вышла песня в те времена, когда все вокруг было таким революционно настроенным Одного содержания, вот такая маска Потом вышла лирическая песня, другая маска Ну, наверное, так Ну, я когда говорила о загадочности, все-таки имела в виду еще немножечко другое Потому что обычно о звездах, об исполнителях всегда ходят какие-то слухи, сплетни, разговоры А вот о вас никакой информации, никаких слухов, разговоров о личной жизни, ничего А ведь часть исполнителя использует в том числе информацию о своей личной жизни как часть промоушена А вот вы, наоборот, нет Все внутри, и ничего вовне Были такие предложения от разных, так сказать, таких желтых газет Когда они говорили, вот давайте придумать вот такую историю Мы вас вот так вот поругаем Немножко пофотографируем, как бы вот так вот Все это, соответственно, мы договоримся Вот, потом вы, соответственно, в следующем номере нас польете Мы потом вам ответим И вроде как и зрителю интересно И про вас рассказали, и у нас тираж, как бы и все Вот, ну, я почему-то все время в такие игры не играл Вот, может быть, отчасти из-за того, что не совсем правильно знаю все законы шоу-бизнеса Которым нужно следовать Вот, может быть, это плохо Вот, но с точки зрения личностного понимания Вот, потому что, мне кажется, когда человек очень сильно Артист, когда очень сильно уделяет внимание именно внешней стороне дела То есть, имиджу, каким-то громким скандалом, публикациям, каким-то женивым, разводом Там, ну, чтобы все это делать Мне кажется, немножко теряется за всем этим делом Вообще, что оно, как бы, есть на самом деле Вот, хотя, в принципе, это сугубо мое мнение Вот, в общем, я немножко в разрез законам шоу-бизнеса Вот, эту тему всегда не поддерживал Вот, вы сейчас сказали, что вы не совсем знакомы с законами шоу-бизнеса Но ведь вы уже такой, со стажем как раз в шоу-бизнесе Вот, все это время и борюсь с этими законами Ну, не столько борюсь, сколько, наверное, никак не могу понять Почему для того, чтобы быть на том или ином уровне Нужно обязательно вот идти на компромисс с совестью И делать такие вот или иного рода манипуляции Вот, до сих пор мне удавалось, как бы, избегать таких вот вещей Когда я бы мог потом о себе сказать, зачем мне это нужно было Вообще, по большому счету, средства оправдываются или нет Вот, на сегодняшний момент я рад Что, вот, меня знают, уважают И, как бы, не тыкают пальцем, что вот когда-то то-то, то-то Для того, чтобы вот так, вот, он сделал то-то Такого не было Старт вашей популярности, наверное, можно отнести где-то, ну, к году 92-му Как раз, когда появилась «Мама, я хочу быть пионером» Или нет? Он произошел гораздо раньше Ну, в принципе, я не помню, это был 91-й, 92-й или, может быть, 93-й год Когда, у меня как-то очень резко все это пошло Вот, я даже на календарь не смотрел тогда, не помню Но первая, так сказать, заметная песня, которая С которой, так сказать, я вдохновился и у меня что-то пошло в жизни Это, конечно, была «Мама, я хочу быть пионером» Она была написана где-то в 90-м году В 91-м, наверное, она вышла Вот где-то в это время, наверное, да Ну, а пик популярности, ну, наверное, это 95-й, «Позишн на амбуту» «Позишн на амбуту» 93-й 95-й, это «Вспомни меня» песня была Ну, в любом случае, вот в эти годы такие шли активные публикации Активные обсуждения Вот как раз те моменты и происходили Вот ругали, хвалили Но в любом случае узнавали и узнают сейчас А вы знаете, я застал в то время, когда самодостаточность человека Вот на эстраде То есть еще не пришли новые законы Когда деньги полностью взяли по свой контроль все, так сказать, медиа Вот А с другой стороны, как бы вот эта вот канва То есть то, что называется немножко таким, как бы парафинным То есть это уже надоело И вот была первая волна, там, мираж пошел, еще что-то Вот когда первый прорыв пошел Вот, я застал все-таки Может быть, в последний вагон впрыгнул А может быть, не знаю Но все-таки вот на этой волне То есть сейчас, конечно, это уже сложнее Вот сегодня пробить себе дорогу Человеку, не имея за собой, так сказать, большой арсенал средств Помимо таланта и каких-то внутренних, так сказать, вещей Которые человек может, хочет выразить, очень сложно А что происходило вот после 95-го года? Когда эта активная волна публикаций спала Активная волна обсуждений творчества И началось просто творчество Что просто творчество? Ну, вы знаете, когда что-то появляется, наверное, сначала всегда Это несколько взрывоподобно Вот, ну, поговорили, поговорили Но потом хватит говорить Много, так сказать, и других тем в нашей стране В общем-то, о чем можно поговорить Много других артистов, много других политиков И, так сказать, много всего-всего Ну, а у вас-то в жизни что сейчас происходит? Да как идет все своим чередом Ищу, то есть встречаюсь, расстаюсь Так сказать, что-то переживаю, что-то откладывается Вот, мне кажется, что когда вот спрашивают человека Ну, особенно вот композитора Или исполнителя своих песен Такой вот вопрос, что у вас происходит? Очень сложно всегда ответить Потому что то, что происходит, то, наверное, в песнях и отражается Ну, может быть, немного в какой-то забавалированной форме Может быть, немного... Ну, хорошо, я тогда конкретизирую вопрос То есть сейчас идут в основном гастрольные туры по Подмосковью Или концертная деятельность по России, по загранице Встреча с каждым городом – это в первую очередь эмоции Это в первую очередь впечатления, которые откладываются И где-то там внутри перерабатываются На всей этой кухне душевной И потом во что-то выливается Нашу программу смотрят жители Подмосковья И, конечно, им будет интересно услышать о своих городах В каких городах Подмосковья вы бывали И в какие любите с удовольствием возвращаться? Я вот еще раз хочу сказать, что вот у меня грех такой Очень мало где бывало Даже более того, на родине, так сказать, вот моих родителей В городе Дмитров и в городе Яхроме Вот по Дмитровскому направлению ни разу не выступал Вот даже такая вот история была Почему-то вот чаще всего это Подольск, Серпухов, наверное, вот это направление Чехов А в Дмитрове вообще знают, что вы уроженец этого города? В Дмитрове вас ждут, слушают Я не совсем уроженец этого города Вот, но у меня там большие корни И я там часто бываю И долгое время жил там Вот Ну, не знаю, наверное, что-то знают, что слышали Но, во всяком случае, с концертом я там ни разу не выступал Мы начали с вами, вот, вначале говорили о даче О доме Где находится дача, вот, если не секрет, конечно Она сейчас у меня в стадии, так сказать, заключительного строительства Ну, там же, по Дмитровскому шоссе По Дмитровскому направлению Между Дмитровым и Яхром Будет как у Аллы Пугачевой, такая же большая? Ну, не знаю, земли-то я, конечно, взял много Вот Что касается, что, как там это будет все выглядеть На самом деле, эта тема для меня очень новая И вот, когда я во все это дело ввязался Вот, я столько почерпнул Оказывается, это бескрайние просто просторы Для того, чтобы, во-первых, находить средства Чтобы туда все это дело вкладывать, как в бездонную яму А во-вторых, так сказать, как это все действительно обустраивать И что это делать Я сейчас строю небольшой домик, потом рядом чуть побольше То есть, я хочу такой небольшой городок сделать А где легче пишется? В Москве или в Подмосковье на даче? Вы знаете, по-разному На самом деле, все зависит от внутреннего состояния человека Вот, другое дело, что достичь этого состояния Можно, скажем, в Подмосковье или в Москве Тут какие-то нюансы Но, когда ты достиг этого состояния И полностью, так сказать, в нем пребываешь Это уже без разницы Где ты, что ты там, кто вокруг тебя Или что вокруг тебя Вот, как бы, ставится такая некая перегородка И ты творчески независима от всего, что тебя окружает Песни, музыку пишете сами Ну, а вот, как они вообще пишутся? Вот, проще закрыться, чтобы никого не видеть? Или они приходят просто спонтанно? И вот, в любом месте, в любом состоянии Это можно просто записать? Вот, если бы я, так сказать, имел такую большую силу воли Вскакивать по ночам И записывать все, что приходит в голову Песни, наверное, у меня было бы очень много песен Вот, но так как Вот, действительно, я просто ловлю себя на мысли Что очень много каких-то таких вот мыслей Мелодий приходит ночью Вот А что касается тех песен, которые я написал Они были написаны в основном все Совершенно каких-то таких немыслимых ситуаций Особенно вот мне запомнилось, как я написал песню «Тебя со мной рядом нет» Такая у меня есть грустная песня Вот, правда, почему-то видеоряд, который был снят Потом эту песню, сделал из нее не столько грустную Сколько аж трагическую песню Изначально ничего трагичного не было Она была просто грустная Мы приехали в Харьков на гастроли И как раз это был пик Такого, как бы Для Харькова города проблем Вот, не было ни электричества в гостинице Не было ни тепла Было довольно холодно Вот, но у меня в номере стоял рояль Вот, и Как-то я так сел Было холодно, темно Вот, и так От начала до конца вот эта песня появилась «Тебя со мной рядом нет» Потом я приехал в Москву И ни ноты не поменял Ни строчки не изменил Все так и осталось Там еще какие-то песни Еще в каких-то таких сложных ситуациях Вот так, чтобы сесть Взять ручку И так Ну, сейчас я буду сочинять песни Задумался и пошел То есть такого не было То есть по заказу не пишете Такого не было, да Вот в ваших концертных программах Есть целый такой рояльный блок А в той программе, которую вы сейчас будете показывать Подмосковным жителям Будет этот рояльный блок? Рояль готовится Сейчас посмотрим То есть будет рояль, будет блок Рояль посмотрим, да Там, что получится А еще, знаете, что я заметил Вот такую вот интересную вещь Не знаю, интересно вам будет или нет Есть такая прямая связь Наверное, что-то произошло у человека в жизни Потом появляется песня А у меня часто бывает наоборот У меня появляется песня А потом это происходит в жизни И то есть получается, что как бы вот Я затрагиваю эту тему рождения песни Мне кажется, что песня Это некое откровение тебе Из будущей жизни Для того, чтобы ты, написав песню Все это дело, как бы, соединил Будущее со своим сегодняшним И по этому каналу это будущее Спокойно, так сказать К тебе влилось Такие вещи у меня были в жизни Особенно касается медленных песен А вы вообще в чудеса верите? В чудеса? Да, конечно, вокруг нас без чудес Но другое дело, что чудес просто так тоже не бывает К чудеса надо готовиться Чудеса любят уважение Это нужно уважать Ну а что-то такое в жизни чудесное происходило Что можно было бы отметить Вот это чудо Я постоянно ловлю, так сказать, себя на мысли Что просто так что-то не происходит Вот на какой-то передаче, я помню, мы снимались Вот про эту всю тему говорили чудеса Моя семья Вот там обсуждали Я рассказал такую историю, что один раз Вот я жил как раз у Дмитры И опаздывал жутко на последнюю электричку Времена были холодные, голодные Совершенно не хотелось на нее опоздать Я еду и так мысленно думаю Так, я на нее не должен Потому что если я опоздаю, ну вообще Что делать? То есть такого просто не может быть А раз такого не может быть, значит это не случится Вот я еду с такой мыслью Еду, 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 еду Уже 10 минут прошло, как электричка должна выйти 15, 20 Подъезжаю, она стоит Захожу, двери закрылись, поехали Ну это часто такие вещи бывают То есть много удивительное и удивительное, но рядом Ну с другой стороны, вот это я сказал, как бы положительные нюансы Но в жизни бывают и отрицательные всякие вот негативные моменты Они тоже, как говорится, просто так Вот задумал я в свое время сделать первый концерт сольный в России В кино концертном зале России Вот вроде все нормально, все хорошо, народ собрался И вот как начались у меня проблемы, вот прям за сутки до этого Просто полгода потом выпытывался из этой ситуации Так в итоге концерт состоялся? Концерт состоялся, это все понятно Я говорю, то, что вокруг потом произошло Там и директора у меня арестовали, посадили во время концерта И на меня там наехали, и там еще что-то у меня было Такие вот всякие нюансы, они как-то... Ну, наверное, человек, когда живет жизнью, он решает некие задачи, которые жизнь перед ним ставит Если он решает ту или иную задачу, он спокойно идет дальше Ему говорят, молодец, дают ему фору, еще что-то Если человек не решает эту задачу, он идет не своей дорогой Куда-то в дебри уходит, там очень долго ходит, ходит Потом выходит на какую-нибудь опушку И там опять ему эта задача, только уже посложнее Если он ее второй раз не решает, так он и будет всю жизнь ее решать Поэтому нужно, если какой-то тупик или какая-то сложность в жизни Нужно, так сказать, не уходить от нее, а как-то решить ее тем или иным образом Потом идти дальше Кай, вот я слушаю отзывы о вас Причем таких уже маститых поэтов наших, композиторов, эстрадных Вот они сходятся в одном Вот Кайметов – это наше мужское начало на эстраде Может быть, поэтому 90% вообще зрителей в зале – это женщины Которые плачут, рыдают, на сцену бросаются Ну, а и при таком обилии женского внимания Ну, наверное, это такой, в общем, ну, уже факт Ну, я не замечал, что 90%, так сказать, женщин Ну, по крайней мере Хотя вот что-то, наверное, в женских генах заложено Что где-то, так сказать, в определенном возрасте В женщине просыпается какая-то тяга Вот к какому-то, к какому-то философскому раздуманию на концертах Вот я всегда вижу этих женщин, которые вот сидят, они так на концерте И получают истинное наслаждение Вот именно от впитывания в себя все это дело Не так вот, как молодежь там хоп-хлопает, там топает Все на эмоциях А здесь именно вот как-то сердцем, разумом, так-то с пониманием Ну, вот при таком явно видном обилии женского внимания У вас очень много песен такого содержания В которых сквозит просто одиночество, непонятость Какое-то вот такое мужское одиночество Вот я бы так сказал Это вот вы поспешили с этим выводом По той простой причине Вот что совершенно по-разному можно трактовать Ту или иную фразу в той или иной песне И вот, и мне кажется, что Допустим, вот как некие книги Читаешь в одном возрасте Оп, что-то одно понял Потом отложил ее Прочитал через несколько лет И смотришь, думаешь, надо же, оказывается, вот она про что Потом отложил книгу, еще несколько лет прошло Еще открыл, говоришь, елки-палки Я-то думал, что она так, так оказывается, вот она про что То есть все зависит от того Насколько человек адекватен той или иной ситуации Ну, то есть какой жизненный путь он прошел Что у него за плечами, что у него внутри И насколько, так сказать, та или иная часть сюжета Будет вибрировать с его душой То есть какой пласт затронет человек в этой песне А вы сейчас женаты? Ну, женатость для меня понятие такое сложное Коварный вопрос такой Это не коварный вопрос Я уже 10 лет не женатый Нет, ну здесь, наверное, 9 лет не женатый Дело в том, что я очень серьезно отношусь к этой теме Есть, наверное, какие-то такие юношеские порывы Когда человеку уже необходимо жениться Потому что вот, как бы, ну мы все так воспитаны Что мы должны срочно сделать эту сказку Вот, которая у нас в сердцах И испытав какие-то внутренние ощущения Мы бросаемся Но потом, так сказать, взрослеем И, так сказать, сталкиваемся лоб в лоб С реальной жизнью, которая очень далека от сказки И видим, так сказать, что не все так чудесно и замечательно Как хотелось бы И понятное дело, что самое страшное это разочарование Особенно, как вот люди, наверное, встречаются Что вот их друг к другу притягивает Когда ты чувствуешь в другом человеке нечто собственное, родное И вот это родное в другом человеке Тебя как магнит, как, иди сюда И вот ты начинаешь притягиваться, притягиваться, притягиваться И то же самое идет процесс, когда ты начинаешь разочаровываться Когда ты видишь, что вот это не твое в этом человеке И как бы иди отсюда, иди отсюда То есть вот этот процесс, понимаете? Как вы думаете, вот из тех песен, которые звучат сейчас, которые были написаны ранее, что останется потомком? Потомком? Ой, вы знаете, даже если ничего не останется потомком, а останется просто ощущение, что это было, то очень и очень замечательно. Потому что, вы знаете, тут очень строго нужно разделять между автором и самим произведением, которое этот автор создал. Потому что, когда рождается то или иное произведение творческое, на той или иной стадии, ну, сначала, когда оно в таком небольшом зародышном состоянии, автор его лелеет, так, как-то ему дорогу пытается расчистить жизнь, а потом, в общем-то, в определенное время произведение делает автору вот так вот «До свидания», автор живет своей жизнью, произведение живет своей жизнью. И мы знаем очень много случаев, когда, так сказать, произведение, пробивая себе дорогу, уже когда про автора уже все и забыли. Позишн нам бы то, ушла ведь в народ? Нет, я просто сейчас опять ухожу в философию. Для чего? Потому что, говорит, вот эта песня останется, вот эта не останется. Наверное, это, во-первых, было бы не скромно, во-вторых, не тактично, а во-третьих, я даже не знаю, как можно вообще это прокомментировать. Мне просто хочется верить, что какие-то песни, так сказать, будут любимы народом. Вообще, это же, знаете, как, если песня попадает в ассоциативный ряд с какой-то эпохой, то очень замечательно. Допустим, у меня всегда возникает какой-то ассоциативный ряд, когда я слышу ту или иную песню. То есть, идет песня, а пробегает мимо какой-то видеоряд, вот, то есть, песня внутри, то есть, как губка впитывает в себя ту информацию, которая была вокруг, когда она звучала. И потом, когда ты ее слышишь, вся эта информация на тебя опять, то есть, как некое такое хранилище твоих воспоминаний. И чем больше этих воспоминаний в этой песне, ну, тем, соответственно, и дольше эта песня будет звучать в народе. Ну, вот этот мой вопрос, он все-таки имел некую долю каверза, скажу честно, потому что, ну, не так давно Кирилл Немоляев на шестом канале в программе «Кружатся диски» отнес творчество Каеметова, ну, там, вся программа, она, как бы, ориентирована уже на то, что было. Вот. И, включая вас в свою программу, он отнес вас в категории ретро. Вот вы это можете как-то прокомментировать? На самом деле, я вам скажу, что все это условно. Прошлое, будущее и настоящее. То есть, мы все, так сказать, как-то стремимся в будущее, так сказать, пытаемся, так сказать, все неприятности оставить в прошлом. Но на самом деле все это в таком большом клубке. Человек не может быть изолирован ни от прошлого, ни от будущего. Все это вместе, вот как мы сегодня уже... Я уже говорил эту историю, что сначала что-то оттуда приходит, потом рождается песня, а потом, как бы, все это полностью к тебе приходит. Вот. Поэтому, ну, это очень замечательно. Кто-то... Человек должен совмещать в себя и прошлое, и будущее. То есть, если человек только ретро, значит, его помнят те, кому там за 50. Если человек только на пике, то есть, молодежная мода, значит, его, как бы, не совсем, может быть, знает или приветствует. А чем больше твоя аудитория, тем шире твой размах возрастной и, соответственно, ретроспективной. Поэтому здесь ничего страшного. У вас в основном... Вообще, конечно, ретро. Надо же. Ну вот, такое дело есть тоже. Уже можно так сказать. И такой взгляд тоже есть. Чайку попить на даче, да? С пряниками. Ретро. У нас есть такая замечательная традиция, почему я заговорила о пожеланиях нашим зрителям и в основном зрительницам, наш гость, заканчивая программу, всегда что-то адресует. Обращение. Какое-то обращение, да, обращение в народ. Но я не знаю, насколько в нашем случае возможно такое обращение, потому что действительно достаточно часто звучит ваш адрес такой вопрос. Ну что? Что нужно сделать, чтобы понравиться? Что ж, неужели прямо это действительно такая проблема? Что нужно сделать для того, чтобы обратили внимание? Ну, от того, как не от вас, можно услышать, наверное, вот такой совет. Ладно, так мое обращение будет таким. Я хочу всем пожелать, вот если Бог дает такое чувство, как любовь, относиться к этому чувству с большим уважением и внутренним трепетом. То есть не разбрасываться, не размениваться, вот, потому что если тебе что-то дано, а ты на это, как говорится, плюнул, то вряд ли тебе потом то же самое даст. Или тебе нужно будет пройти очень-очень много, так сказать, реабилитационных периодов, вот, где ты должен будешь доказать, что ты действительно опять достоин, удостоится этого Божьего дара. Вот, поэтому нужно оценить те отношения, которые ты имеешь. Вот это, мне кажется, самое главное. Вот, что сегодня мне пришло в голову, вот, будет другой день, может быть, что-то другое. Но сегодня так вот хочется. Потому что очень часто видишь, что иногда все замечательно, потом бах, и по каким-то таким вот внутренним проблемам, которые не стоят выеденного, так сказать, яйца, люди очень глобально меняют свою жизнь. Хотя случайностей тоже нету, значит, так нужно было. Скажите, а вот не было ли у вас в планах каких-то совместных проектов? Потому что у вас до того было исключительно, я так понимаю, индивидуальное творчество, музыка и текст. А вот какие-то совместные проекты с какими-то другими исполнителями, с кем бы вы хотели? Это тайна. Есть один проект, очень, мне кажется, эротичный и очень хороший. И очень неожиданный для всех. Это сто процентов. Вот, но говорить не буду. Ну, хорошо, тогда так, с мужчиной или с женщиной? Ну, с женщиной, конечно же, я буду с мужчиной петь. О чем мы будем с ним петь? И еще такой вопрос, вот, может быть, он не совсем правильно будет задан, но суть отразит. Вот откуда есть пошел певец Кайметов? Ведь вы же профессиональный скрипач. Из души и сердца пошел. Молчать не смог, душа молчать не смогла. Вы знаете, когда что-то там внутри переполняет настолько, что уже внутри не умещается, хочется это как-то творчески выразить. А когда это произошло? В какой момент жизни и в каком возрасте? Да это, наверное, в школе произошло. Вы знаете, я учился в музыкальной школе, и у нас там был такой предмет, композиция. Я все время думал, почему вот как-то вот нужны какие-то законы, там какие-то трехчастные формы, какие-то ядро развития, то есть все вот это дело. Неужели вот как-то, если вот так вот. Мне наоборот всегда приезжали такие вот, как бы, произведения, в которых непредсказуемо не только форма и содержание, но и вообще полностью. То есть очень неожиданно и компактно все. Вот. И, наверное, я просто помню даже и на сальфеджи, вот на других каких-то музыкальных предметах, то есть когда я выполнял какие-то задания, вот, то всегда вот у нас, я учился в классе, у меня в классе одни девочки были и один мальчик. Вот они все время ждали, как это я решу эту музыкальную задачу или какое я сочинение напишу на заданную гармоническую тему, там, или еще что-то. Они говорили, да, вот это вот, вот это классно, то есть вот это да, то есть вот эти вот женские восторги я вот в школе еще испытал, он ее как бы так поднял, и я с тех пор этим делом стал заниматься, наверное. Ну, а вот та самая вот скрипичная специальность, да, вот я помню. Скрипка, это да, это нечто. Я очень рад, я, правда, сейчас на скрипке не играю, вот, но скрипке я очень благодарен. Скрипка воспитывает в человеке утонченное восприятие мира, это сто процентов. Неважно, будет потом человек играть на скрипке или не будет играть на скрипке, но если он, так сказать, сумел договориться с этим инструментом, не каждый, играя на скрипке, может с ним договориться. Не у каждого в руках она будет именно звучать полностью, но если он сумел это сделать, ну, значит, он как минимум открыл для себя мир в два раза богаче. Ну, а если вы готовили себя в обучении к дальнейшей игре на профессиональной скрипке, да, в симфоническом оркестре, и вдруг эстрада, вдруг, ну, совершенно кардинально, наверное, противоположные какие-то вещи. Ну, если честно, вот так вот. Как оно случилось, всё? На сердце положить. Никогда я не готовился, чтобы там играть в каком-то симфоническом оркестре. Вот, хотя я очень серьёзно относился к академическому образованию, и мне оно довольно-таки, как бы, хорошо давалось, но в душе у меня всё время чего-то вот было такое. Вот, у нас там в школе говорили, сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст. То есть, как бы, было действительно такое сугубо академическое образование, всякие такие поползновения в сторону какой-то, вот такой вот более другой музыки. Вы знаете, на самом деле это очень замечательно, что так всё получилось, что я не ушёл туда, и что я попал сюда. То есть, получается, я сюда принёс часть того. Потому что, наверное, вот всё-таки мои аранжировки, как бы немножко и песни, они немножко отличаются именно тем, что в них вот правильно выстроены гармонические планы, правильное разрешение аккорда, там всякие вот такие нюансы. Хотя, в принципе, может быть, это бы и не надо было делать, но это когда в тебя вдавливают уже много лет, и ты получаешь по этому предмету хорошие оценки, то рано или поздно, как бы, это всё равно уже становится частью тебя, и ты уже мыслишь, так сказать, на уровне этой платформы. Вот это, наверное, замечательно. У вас часть сценического имиджа, ваш костюм, решённый в чёрно-белых тонах. Это вопрос. Жизнь чёрно-белых кино, наверное. Почему? Да я никогда не задумывался. Да, мы не пробовали расширить. Я считаю, что это, как бы, немножко так делать человека более строгим по отношению к себе и по отношению к тому, что он сейчас будет делать. То есть, когда ты немножко как-то... Хотя я люблю всякие красочные тона, вот, но здесь вот, не знаю, может быть, у меня амплуа такое творческое, что вот нельзя. А с другой стороны, я не знаю, может быть, это недостаток, с которым нужно бороться и поживём, увидим. То есть, я так особо на этой теме не задумывался. Какую музыку вы любите слушать сами? И какие... Ну, понятно, что, как бы, вот, несотворение себе кумира – это такой традиционный момент. Но всё-таки вот есть какие-то ориентиры музыкальные для вас? Безусловно, есть какие-то музыкальные ориентиры. Ну, вот, правильно вы сказали, не сотвори себе кумира. Дело в том, что я даже ловил себя на мысли, что, допустим, вот это произведение у этого исполнителя очень удачно, вот это я бы и слушать не стал, думать, зачем вообще это написал. То есть, ну, что касается... Дело в том, что я вырос действительно на классической музыке, очень тщательно и долго её изучал. Вот, поэтому, конечно же, здесь часть моей души полностью, так сказать, в унисоне с гармонией классической музыки. Ну, а вот из ныне здравствующих исполнителей с кем бы вы хотели вместе выступать? Я не отвечу, с кем я хотел бы вместе отвечать. Я тебе лучше скажу, вот, кто мне нравится. Нравится мне... Я всё время часто задаю себе вопрос, что же мне нравится, потому что так вот есть по радио, слышал какую-то песню, думал, что вот это исполнитель, он же мне нравится. А вот так меня спрашивает, а я про него не говорю. А потом, в общем-то, нравится много кто. Ну, есть, наверное, конечно, люди... Очень большое впечатление на меня в детстве оказала группа Pink Floyd, совершенно точно. То есть, очень сильная, то есть, и в гармоническом, и мелодическом, и мировоззрительном плане. Вот, очень большое, наверное, влияние оказал на меня «Алтон Джон», тоже с раннего возраста. Вот, скрипичная музыка, это безусловно. Особенно итальянских композиторов. Что ещё? Очень люблю оркестровые всякие произведения. Такие... Где очень красиво всё звучит. Если бы вам предстояло охарактеризовать самого себя, что бы вы могли сказать? Вот какой я? Ой, загадочный, я не знаю. Ничего не буду говорить. Загадочный? Всё-таки загадочный. Нет, лучше непредсказуемый, потому что, действительно, не знаю, мне кажется, сам от себя не ожидаю, что следующую минуту выкину. К сожалению, время нашей программы на этом подходит к концу. Гостем нашей программы сегодня был загадочный и непредсказуемый Кай Метов. Мы вновь ждём вас у наших экранов, вновь ждём нашей замечательной дачной беседки. В эфире была программа «Подмосковные вечера». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!